МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Раскрыто 1376 коррупционных посягательств, совершенных организованными группами и преступными сообществами. Изоблечены лица особого правового статуса. Усилия были сосредоточены на привлечении к уголовной ответственности должностных лиц высокого ранга. В текущем году вырос удельный вес погашенного ущерба на стадии следствия в сравнении с прошлым годом. Есть положительная динамика и по другим направлениям нашей работы. Эти тенденции необходимо закрепить и развить. Без критики тоже не обошлось. В работе ряда следственных управлений в текущем году отмечены недостатки, среди которых длительные сроки следствия, недостаточная наступательность в расследовании преступлений, совершенных в социально значимых сферах, а также снижение темпов раскрытия преступлений прошлых лет. О причинах упущений в работе вверенных им подразделений доложили руководители следственных управлений по Липецкой, Курской, Тверской областям, а также по Ямало-Ненецкому автономному округу. Заслушав доклады, глава ведомства дал подчиненным необходимые распоряжения. В частности, председатель поручил руководителям территориальных подразделений обращать особое внимание на проблемы, связанные с ростом миграционной и киберпреступности, на вопросы расселения граждан из аварийного жилья, на преступления в сфере оборона промышленного комплекса и другие. Необходимо выстроить эффективную стратегию примитивной работы для минимизации криминальных проявлений, особенно в подростковой и молодежной среде. Представление следует и должно носить конкретный, адресный, обоснованный характер, быть мотивированными и нацелены на реальный конечный результат. В завершении совещания Александр Иванович Бастрыкин подчеркнул, что за оставшееся до конца года время необходимо приложить максимальные усилия для исправления ситуации, делая упор на социально значимое направление следственной деятельности. Также глава ведомства отметил значимость всестороннего установления причин и условий, которые способствовали преступным деяниям.